С приходом лета всегда так хочется выбраться на природу и насладиться теплыми лучами солнца, но такой отдых может таить в себе опасность. Наша съемочная группа отправилась со специалистами Брестского зонального центра гигиены и эпидемиологии в Брестскую крепость, чтобы узнать, есть ли там клещи. Вот так с помощью белого флага энтомологи выявляют их наличие. Парки, скверы, зоны отдыха специалистами осматриваются как планово, так и постоянно, чтобы обезопасить наших граждан. При энтомологических обследованиях мы выезжаем в спецодежде, берем свой белый флаг на палке, пинцеты и пробирки. Есть у нас обследование стационарных точек, таких как Красный двор, Букрестской крепости и Козловичи. Есть у нас энтомологические обследования других территорий, таких как круглосуточные лагеря, какие-то городские парки, парки отдыхов и культуры. И по обращению населения и какие-то территории, там, где у нас были укусы. Выезжаем в форме с флагами, проходим с флагом. При выявлении клещей мы направляем письма, чтобы обработали территорию. Но, несмотря на обработку, клещи – это та самая проблема, которая с года в год не теряет своей актуальности. Маленькие, но при этом такие кровожадные, они поджидают свою жертву, после чего нападают. А последствия от их укусов совсем не шуточные. Клещи являются переносчиками девяти возбудителей инфекционных заболеваний, из которых на территории города Бреста за истекший период 2024 года регистрируют один случай клещевого энцефалита у взрослого человека и 13 случаев лайм-боррелиоз, в том числе у семи детей до 14 лет. Ежедневно по 20-30 человек обращаются с укусами клещей. Если в феврале у нас было зарегистрировано 16 укусов, то на сегодняшний день уже 380 укусов, и из них уже 206 детей. И самая, конечно, сегодня ситуация изменилась и по заболеваемости. Если три года тому назад мы регистрировали 2-4 случая клещевого энцефалита в городе Брест и Брестском районе, то за прошлый год было зарегистрировано 16 случаев клещевого энцефалита, и за предыдущий год, за 22-й, 12. В том числе резко увеличилось число заболеваний лайм-боррелиозов, которые тоже связаны с укусами клещей. Стоит помнить, что сами по себе клещи не так опасны, как те болезни, которые они передают. А потому не стоит расслабляться, ведь этих мини-вамперчиков заметить сразу достаточно сложно. А укусы их, как правило, не вызывают боли. Именно поэтому специалисты дали несколько полезных советов, чтобы избежать встречи с кровопийцем. Когда вы идете на рыбалку, на отдых, работаете на даче, надо одевать, во-первых, светлую одежду. Ну, желательно сапоги, если есть возможность, если рыбаки или охотники одеваются, более плотную одежду, чтобы клещ, как говорится, сразу не укусил. Ну и периодически осматривать все тела тела, где могут быть клещи. Сегодня надо применять репелленты. В аптеках продаются репелленты и от насекомых других, от комаров и от клещей. Есть, можно сказать, комбинированные репелленты, которыми можно обработать себя или своего животного, чтобы клещ не кусал. Поэтому при приобретении репеллентов в аптеках, смотрите, чтобы там было написано, и они предотвращают укусы и клещей. Анастасия Мелешкевич, Эдуард Бакунович, Юрий Лимонтович. Новости Бреста.